Сейчас Ирина со смехом рассказывает о том, как пришлось делать несколько десятков звонков, узнавать, уточнять, переносить. А когда в начале апреля ей позвонила сотрудница ЗАГСа и сказала, что намеченной на 6 мая регистрации их с Владом брака не будет, то расстроилась и даже обиделась. Владислав воспринял новость с философским спокойствием. Да нормально, я сейчас воспринял. Перенесли и перенесли, ничего страшного. Долго выбирали дату, хотели сохранить договоренности с ведущим, фотографом, арендой зала. Потом искали день, чтобы было удобно всем. Всегда же вносится какая-то предоплата и не хочется с людей эту предоплату забирать, потому что все мы люди, все мы понимаем, в какую ситуацию попали. И вот там как-то мы пытались найти какой-нибудь денек, чтобы все это получилось, потому что уже было не так важно, какой это будет день, чтобы он просто случился. Свадьбу перенесли на середину лета. Июнь оставили в запасе для нормализации обстановки. Полтора месяца самоизоляции не прошли бесследно. Доход у людей сократился. Ирина и Влад дальновидно поступили в этой ситуации и подумали не только о себе, но и о своих близких. Гостям, родителям и всем остальным тоже нужно какое-то время, чтобы они вышли и получили также зарплату, чтобы они также могли подготовиться. Потому что праздник не только для нас, но и для родителей, и для, конечно же, друзей. Ситуация у Ирины и Владислава не единичная, но это пример того, как можно спокойно воспринимать не всегда приятные подарки судьбы и достойно выходить из любой ситуации. А молодоженам мы желаем только позитивных эмоций и счастливой семейной жизни. Елена Грицкова, Александр Мальков, служба Новосель, Саров, 24.